Сергей Александрович, давайте начнем с простого вопроса, немножко с биографии, ну и самого такого стандартного, как вы пришли в гиревой спорт, почему, где и почему он вам понравился и стал, по сути, остался у вас в жизни практически навсегда? В гиревой спорт я пришел давно, когда учился в школе, все началось с атлетической подготовки, у нас был учитель физкультуры, очень такого атлетического хорошего сложения, ну и, соответственно, мы мальчишки на него засматривались, как и девчонки, как и все хотели иметь его фигуру, и вот он нас увлек сначала занятиями тяжелой атлетики, это было в третьем классе, а в четвертом классе, да, а потом плавно, плавно, плавно мы перетекли уже в гиревой спорт, вот, и уже в седьмом классе я впервые выступил на республиканских соревнованиях, это был 87-й год, получается, когда я получил приз как самый юный спортсмен, вот, мне было, по-моему, порядка 13 лет, 14 лет, вот так, вот, с этих пор я как бы начал заниматься стильным спортом, я серьезно, конечно, его не воспринимал, но так получилось, что после школы я поступил в военный студ физкультуры, вот, хотя учился довольно-таки хорошо, закончил с медалью школу, я не знаю, почему судьба меня свела именно вот в это, как бы сказать, направление, ну, повела в это направление, да, именно физическую культуру и спорт, но, тем не менее, я оказался в институте физкультуры, вот, первый год я совсем не занимался гиревым спортом, хотя по специализации поступал как гиревик, вот, имея второй спортивный разряд, ну, после первого курса, соответственно, ко мне подошел преподаватель кафедры тяжелой атлетики и атлетизма и попросил выступить на соревновании, вот, тогда еще на чемпионате Ленинградского военного округа, ну, соответственно, я начал этим заниматься и уже, как бы сказать, больше, 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 и уже через год я уже выполнил норматив мастера спорта, а к концу учебы военным институтом физкультуры я уже показал норматив мастера спорта международного класса и тем самым уже закрепил свое, как бы сказать, присутствие в гиревом спорте, потому что по выпуску я уже как профессионал, как мастер спорта международного класса распределился в спортивный клуб армии и вся моя жизнь уже пошла именно вот по стезе гиревого спорта. Вот давайте тут уточним, все-таки родной регион у вас республика Чувашия, и, а институт физкультуры, вы говорите, это военный институт физкультуры в Санкт-Петербурге, правильно? И вот тут немножко о Чувашии, вот расскажите, кто у вас был первым тренером, и, то есть на протяжении всей учебы в школе вы занимались гиревым спортом, правильно? Да, да, да. Ну, в Чувашии были очень сильные гиревики в то время, да, Карпов Юрий Михайлович, там, Глинтон Борис Николаевич, которые входили в сборную РСФСР, вот, занимали призовые места на чемпионатах СССР. Я вообще тренировался под руководством учителя физкультуры Краснова Ивана Николаевича. Он, конечно, больших успехов в этом виде спорта не достиг, но, тем не менее, он смог завлечь многих репетишек в занятии гиревым спортом, вот. Ну, и он меня заразил этим видом спорта. А вот первые российские соревнования были у вас когда, будучи еще в Чувашии или уже в Санкт-Петербурге? Ну, наверное, можно сказать, вообще первые российские соревнования, это вот как раз в седьмом классе я выступал на призы Чувашии в Народных газетах и пар, получается, вот. А он до сих пор проводится, этот турнир. Это уже на гирях 32 килограмма? Да, нет, на их, конечно, нет. А, да, еще нет, да? На гирях 24 килограмма мы выступали, да. Ну, а вот серьезные соревнования, которые уже с 32-ками, они уже пошли только... Они уже пошли в институте физкультуры, да. Так, теперь вот такой вот вопрос. После окончания института, институт был военный. И вот после института была ли у вас какая-то именно военная служба? Или все-таки вы так больше именно физкультурную часть от института получили, и военные службы в жизни не коснулись? Военные службы, наверное, да, я не коснулся, больше спортивные, как бы сказать. Жизнь у меня была, более спортивная жизнь. Хотя мы ходили в наряды, вот, по спортивному клубу армии, ходили в наряды по спортивной роте, ну, дежурными, соответственно, как бы сказать. Какую-то военную службу мы несли. Но, тем не менее, все основное время мы уделялись занятиям, ну, занятиям гиревым спортом, вот. Соответственно, мы защищали честь Ленинградского военного округа, вот, на вооруженных, на чемпионатах вооруженных сил, ходили в состав сборной команды вооруженных сил, и выступали на международных соревнованиях, как бы сказать, вот. Все в таком русле. После окончания института, какое было у вас основное место работы и основной рот деятельности? Ну, можно сказать, что профессионально я занимался спортом, а вообще, как бы сказать, в моей профессии это была военная служба. То есть вот так пересекалась, получается, по-большому. И, а вот какой период своей жизни вы можете назвать как самый пик спортивных результатов? Ну, наверное, это 2005 год, когда на чемпионате мира, который был здесь, в России, в Москве, я показал два мировых рекорда. Первый – это в рывке, а второй – это в сумме двоебоги. Хотя основное упражнение у меня был толчок по длинному циклу. Вот как раз я хотел спросить, да, что вроде как раз основным и, наверное, основные победы были все-таки в толчке длинным циклом, да? Да. А в итоге получилось так, что удалось установить рекорды и в двоеборе. И такой вот вопрос. И в 2004 году вы получили звание заслуженного мастера спорта. Вот сейчас, ну, наверное, поменялись уже правила присвоения этого звания. Вот в то время, за что вы получили это? В то время наш вид спорта был национальным видом спорта. И там условия для присвоения заслуженного мастера спорта были следующими. Нужно было выиграть пять чемпионатов в России. Что, соответственно, я и сделал. Сейчас же мы перешли в ранг неолимпийских видов спорта. Сейчас, соответственно, другие условия по присвоению вот этого почетного спортивного звания заслуженного мастера. То есть у вас было пять чемпионатов в России, да? А так, навскидку, можете сказать, ну, во-первых, это все-таки были все в длинном цикле. И где, в каких городах, в каких годах, может быть? Ну, последний это в Волгограде был, вот, до этого в Смоленске были, это 87-й год. То есть в 87-м году вы уже выиграли чемпионат России? Да, в 97-м году. В 90-м году, да. В 90-м. Ну, то есть в основном это был конец 90-х, начало 2000-х, да? И вот еще такой вопрос. В 2003 году, то есть, по сути, за год до того, как вы получили звание заслуженного мастера спорта, вы получили звание заслуженного тренера России. Ну, во-первых, такое вот сочетание, что, ну, обычно у большинства, наверное, людей, которые получают два таких почетных звания, наверное, все-таки происходит наоборот. Сначала достигают, как спортсмен всех высот, а потом уже получается работа в качестве тренера. Как вот так получилось, как удалось получить, ну, тем более раньше, чем заслуженного тренера, стать заслуженным тренером? Ну, будучи в СКА, как бы сказать, мы были же офицерами там, ну, параллельно, соответственно, у нас был основной тренер, Дач Мыхал Николай Алексеевич, ну, и, как бы сказать, тоже параллельно с ним я уже занимался тренерской работой. Вот, у нас было очень много чемпионов, ты знаешь, да, с школы педевого спорта Санкт-Петербурга, она, как бы сказать, воспитала очень много деревяков высокого класса. И, соответственно, вот мы там занимались, и Сергей Рачинский тогда получает звание заслуженного мастер спорта, а я вот за его получаю звание заслуженного тренера. Вот сейчас ведь у нас по сегодняшнему состоянию для получения заслуженного тренера необходимо именно воспитать заслуженного мастера спорта. То есть тогда было все так же, да? Да, тогда то же самое было. Ну, сейчас там, сейчас можно и по совокупности подготовленных чемпионов мира, чемпионов России, тоже можно получить. То есть не обязательно за одного человека, как бы сказать, а за нескольких спортсменов, которые там достигли каких-то высоких спортивных успехов. Понятно. И что касается вот сейчас, уже сегодняшних дней, вы сейчас ведете тренерскую деятельность, насколько я понимаю? Ну, конечно, да. И а как вот насчет спортивной формы? Продолжаете ли именно гиревым спортом заниматься? Конечно, я пытаюсь, но времени катастрофически не хватает. Сейчас очень много организационной работы получается и в Федерации гиревого спорта Санкт-Петербурга, да? Вот. И много работы, соответственно, во Всероссийской Федерации гиревого спорта на посту главного тренера, потому что очень много выездов, много организационных моментов возникает. Очень-очень редко получается зайти в зал и действительно позаниматься с гирями. Ну, а вот из своих учеников, скажем так, за всю тренерскую карьеру, назовите несколько фамилий, которые, на ваш взгляд, самые успешные, самые результативные. Ну, Коля Лапшин, например, он тоже пришел вообще, можно сказать, даже не мастером спорта, но вот мы его довели до уровня мастера спорта международного класса. Он выиграл чемпионат России, выиграл чемпионат мира. Валера Литвинка тоже тренируется до сих пор, получается, как бы сказать. Он очень много тоже чемпионатов мира выиграл там в свое время. Вот сейчас, конечно, он не показывает такие большие результаты, а в то время он показал очень высокие результаты. Ну, сейчас я являюсь тренером у Джони Бенидзе, хотя, конечно, он подготовленным уже спортсменом пришел к нам в Санкт-Петербург, и мы тоже со своей стороны добавили в его, как бы сказать, на спортивную карьеру тоже свои какие-то новшества, которые он применил. Хорошо. Теперь хотелось бы поговорить о команде Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, на данный момент команда Санкт-Петербурга, пожалуй, даже без преувеличения является лидером турнирной сетки, если так можно сказать, рейтинга Всероссийской Федерации гиревого спорта. И если вот, как вы уже сказали, Санкт-Петербургская школа гиревого спорта всегда была довольно сильной, но вот по моим таким воспоминаниям, впечатлениям, все-таки тогда были именно уже взрослые спортсмены, всегда Санкт-Петербург был очень силен на взрослых соревнованиях, сейчас уже команда Санкт-Петербурга стала неплохо представлена быть и на юниорских, и на юношеских соревнованиях, и в том числе и проводить стало довольно много соревнований. Вот вы сейчас руководите Федерацией города Санкт-Петербурга, вот немножко вот об этом, как у вас появилась Федерация, и с какого момента вы стали ее возглавлять? Федерацию я возглавил с 2008 года, когда Николай Алексеевич Михайлов ушел, как бы сказать, работать в управлении физподготовки вооруженных сил, то есть в Москву практически. Основная, соответственно, нагрузка именно по тренерской, по организационной, как бы сказать, моментом легла на меня, получается. Я начал очень тесно работать со спортивным комитетом, до этого весь гиревой спорт замыкался в спортивном клубе армии, то есть там были очень сильные ребята, там была секция, и все ребята приходили сюда. Ну, вот с того момента, как я пришел, мы начали сотрудничать очень плотно со спортивным комитетом города, да, и, соответственно, начали развивать уже гиревой спорт в городе, а не только в отдельно взятом месте, в Санкт-Петербурге. Со временем, конечно, мы стали обращать внимание и на юниоров, то есть стали выбивать деньги для поездок на юниорские соревнования, на молодежные соревнования, сейчас мы как бы открыли отделение гиревого спорта, вот, что дало толчок для развития уже юношеского спорта. Конечно, он у нас на сегодняшний день на высоте, но тем не менее мы ведем работу в этом направлении и хотим как бы развивать спорт, начиная от юношеского и уже выводить его на большой, как бы сказать, спорт. Ну да, и вот своим ответом вы как бы немножко уже предвосхитили мой следующий вопрос. Хотелось бы узнать вот как раз, ну, наверное, теперь уже, что самое основное, что вот помогает команде, ну, за счет чего команда становится вот прямо за последние годы, наверное, все-таки Санкт-Петербург возглавляет вот тот самый рейтинг. Вот что самое основное, со счет чего это происходит? Самое основное, я сам был спортсменом, да, самое основное это, как бы сказать, войти в проблемы спортсмена, вот, обеспечить им комфортные условия для тренировочного процесса, вот. Если мы нормально дадим им, как бы сказать, организуем, вернее, процесс тренировочный, если мы нормально обеспечим их тренировочный процесс, там, финансово, потом, к примеру, освобождениями от занятий, освобождениями от учебы или от работ, грубо говоря, да, дадим какие-то материальные вознаграждения, ну, тем самым поставим на ставки или еще что-нибудь, вот тем мы их немножко подтолкнем для того, чтобы им более комфортно было заниматься гиревым спортом, чтобы они не думали, где найти деньги для того, чтобы поехать на соревнования, чтобы они не думали, что бы одеть там, ну, грубо говоря, да, в чем выехать, потому что мы в свое время сами за свои деньги покупали костюмы, за свои деньги выезжали на соревнования, на некоторые, не на все, как бы сказать, на некоторые нам соревнования, на соревнования нам давали, давал деньги спортивный клуб армии, соответственно, куда-то мы свои деньги потратили на выезда, а здесь же мы стараемся полностью от этих проблем ребят, как бы сказать, уберечь, то есть закрыть все те проблемы, которые возникают, ну, наш вид спорта, он не олимпийский, да, соответственно, проблема финансового характера у нас есть, как и в любом другом не олимпийском виде спорта, у нас привилегии все равно, как бы, отдается олимпийским видам спорта, они в более привилегированном состоянии, в части финансирования, в части экипировки, да, в части фармакологии, а у нас, как бы сказать, он на остаточном принципе финансировался. Ну, и вот, тем не менее, как раз по вопросу финансирования, вот все те вопросы, которые вы перечислили, это командирование, экипировка, ну, наверное, сюда можно отнести и проведение соревнований, то есть все-таки их на данный момент для всей сборной всех возрастов удается решить за бюджетные деньги, правильно? Конечно, мы в основном работаем с бюджетом, да, мы привлекаем депутатские фонды, мы привлекаем там бюджетное финансирование, да, ну, сейчас уже удается получать, как бы сказать, и уже спонсорское финансирование, вот это я считаю на сегодняшний день основным, как бы сказать, приоритетом, потому что бюджетное финансирование у нас уже сформировано, оно постоянно, оно стабильно, как бы сказать, и сейчас мы хотим уже больше перейти уже на спонсорскую помощь, то есть привлечь людей, а для этого, конечно, мы должны показать эстетику нашего вида спорта, для этого мы должны организовывать соревнования, чтобы у нас была хорошая картинка, понимаешь, о чем я говорю? Ну да, ну это, пожалуй, задача даже не только ваша локальная, это в целом нашего вида спорта по всей стране и даже, может быть, по всему миру. Дальше вот еще такой момент, ну, я пытался немножко прошерстить интернет, социальные сети, и вот народ так неоднозначно пишет мнение о том, что, ну, у вас такой регион, что очень, это вторая столица, и к вам очень едет много приезжих. И вот вопрос такой, у вас ведется ли какая-то политика по привлечению сильных спортсменов, или же часть, а мы видим, что часть команда, она все-таки, часть сборной Санкт-Петербурга, она сформирована из приезжих спортсменов, или же спортсмены все-таки едут сами на те условия, которые созданы в городе, в принципе, не именно в вашей федерации, и уже попадают к вам в команду? Ну, это вообще, как бы сказать, не нами придумана схема, она уже придумана давно. Санкт-Петербург и Москва, они всегда собирают сливки, по большому счету, правильно? Они во всех сферах деятельности, включая и спорт. Конечно, там Санкт-Петербург и Москва, они приравнивались к отдельным регионам, да, раньше. Как я вот слышал, к примеру, у борцов было, да, чтобы выиграть, к примеру, там Южный какой-то федеральный округ, где участвуют и Дагестан, и Чеченя, там Ингушетия и так далее, очень сильные, да. Там, ну, как бы сказать, очень сложно это сделать, да, и выбиться, к примеру, на финальные соревнования, там, всероссийского уровня. Конечно, те спортсмены, соответственно, перебирались в Санкт-Петербург, в Москву, и отсюда им было проще, как бы сказать, это, отбираться на финальное соревнование именно такого крупного всероссийского масштаба. И то же самое мы делаем, как бы сказать, здесь ничего такого нету, да. Мы привлекаем спортсменов тех, которые создаем их условия для тренировки, да, какие-то стипендии им даем, устраиваем их в высшие учебные заведения, вот, они получают по окончанию эту хорошую профессию, специальность, как бы сказать. То есть создаем им условия. Ну, и тогда вот такой момент, ведь, я так понимаю, не любой приехавший спортсмен может стать членом сборной команды Санкт-Петербурга. Ну, и правда, вопрос не только про приезжих, а вообще в целом, как можно попасть в сборную Санкт-Петербурга, и именно она у вас формируется именно как сборная, или же туда попадают практически все желающие, которые хоть какой-то результат имеют? Ну, конечно, нет. Сборная формируется по итогам чемпионата региона, то есть мы проводим чемпионат Санкт-Петербурга, соответственно, те спортсмены, которые занимают высшие пьедесталы, да, ступенки пьедестала, они, соответственно, попадают в сборную, ну, это процесс-то, он такой, общепринятый, к большому счету, и, соответственно, потом мы их начинаем вывозить на международные соревнования, ой, на всероссийские соревнования. То есть у вас принципы отбора сборного, они такие довольно жесткие, да, и, ну, занял второе место на чемпионате города, грубо говоря, не поехал дальше. Ну, нет, почему он может поехать? У нас требование от комитета по физической культуре и спорта такое, что мы либо везем призеров, либо чемпионов, конечно, не каждый спортсмен там может стать чемпионом, мы понимаем, но даже если у него есть перспектива, то мы его стараемся все равно вывозить на соревнования, для того, чтобы он получал опыт соревновательный, для того, чтобы у него было какое-то стремление идти дальше, ну, соответственно, повышать свою спортивную, профессиональную, как бы сказать, направленность. Понятно. Теперь вот хотелось бы поговорить о, ну, тоже тема навеяна скорее интернетом и много всяких споров не только в сторону Санкт-Петербурга, а точнее совсем такого общего плана, скорее споры о сильных спортсменах. Ну, вообще, заглавная тема – это допинг-контроль, но вот в рамках именно разговора о Санкт-Петербурге хотелось бы спросить, ну, не столько о допинге, это мы видим, ну, по результатам того контроля, который у нас проводится на соревнованиях, а о фармакологии в целом. Есть ли у вас в команде, в федерации, в региональной, какие-то принципы, выстроенная система или какой-то специальный подбор в плане питания, фармакологии, вот в этом плане, ну, какой-то общий подход для всей команды? Нет, такого у нас нету, у нас каждый спортсмен ищет то, что и приемлемо ему в плане фармакологической подготовки, как бы сказать, даже вот сейчас у нас открыто отделение, да, гиревого спорта, хотя мы ведем, как бы сказать, разговоры и как бы запросы на то, чтобы нам школа закупала какую-то там дозволенную фармакологию, но на сегодняшний день все равно все спортсмены, как бы сказать, они сами выстраивают свою фармакологическую подготовку. Ну, то есть, отдано наутку спортсменов и тренеров, да? А вот как в этом случае, вот вы как руководитель федерации, вы, ну, можете, скажем так, поручиться за всех ваших спортсменов, за вашу сборную в плане вот уже все-таки допинговой чистоты? Ну, конечно, у меня есть какие-то опасения, я, ну, боюсь, чтобы наши спортсмены не попались на допинги, хотя я, кстати, горжусь тем, что мы выступали в свое время, да, нас по три раза в год брали на допинг-контроль, но в частности меня, да, начиная с 2006 года, 2005 года, вот у нас, слава богу, за всю нашу историю там на допинге спортсмены, как бы сказать, не проявлялись, вот, и это очень здорово, как бы сказать, и дай бог, чтобы это дальше продолжалось, ну, мы просто ведем, как бы, разъяснительную работу очень сильно, как бы сказать, вот, даем мотивацию, что если ты попадешься на этом, то у тебя твоя спортивная карьера просто-напросто закроется. Да, так, и вот хотелось бы еще поговорить о конкретном спортсмене, вот, в общем-то, сейчас о лидере, наверное, не только команды Санкт-Петербурга, а лидере сборной России об Иване Маркове, вот, он на последних, на последнем чемпионате мира такие прям громогласные рекорды показал, но вот, знаете, для меня было, ну, таким удивлением, каким-то сюрпризом, когда на чемпионате России, который, кстати, в Санкт-Петербурге проходил, я узнал, что его основной тренер – это Валентина Алферова, которая живет в Челябинской области, и я даже поначалу сам не поверил, и только когда он сам об этом сказал, и причем, ну, он открыто об этом заявляет, что она его основной тренер, вот, первый вопрос такой, как получилось в Санкт-Петербурге, что парень, который захотел заниматься гиревым спортом, и он не нашел, куда прийти у себя в городе, не смог найти тренера, и вот, каким-то образом, начал искать себе интернет-тренера, и начал заниматься с ней. Ну, у нас здесь, на самом деле, такое ошибочное мнение возникает, как бы, по большому-то счету. Иван Марков, он, да, он пришел с другого вида спорта, вот, начал свои лучшие результаты показывать именно в Санкт-Петербурге, вот, в отличие от Джонни Бенедзе, к примеру, там, в отличие от Ольги Еременко, да, которые сейчас выступают за Санкт-Петербург, он, как бы сказать, получается, я считаю, что это продукт Санкт-Петербурга, ну, грубо говоря. У нас действительно создана вот такая обстановка, когда спортсмены смотрят друг на друга, да, и, соответственно, у них планка повышается, повышается и повышается. Если там в какой-то команде, там, региональной, к примеру, они вот работают по мастеру и считается, что это самая высокая планка, у нас же, на самом деле, планка завышена, и все стараются действительно ее поднять еще выше, ну, каждый спортсмен, да. И вот это основная мотивация, который, основной дух, вот, который создан в Санкт-Петербурге. В свое время у нас и в зале было в спортивном клубе, сейчас это там в Еврофитнесе, многие ребята встречаются. Вот обмен опытом, он идет очень колоссальный. Соответственно, и каждый спортсмен, и тренер, да, подсказывают, как бы сказать, друг другу, вот какие-то нюансы, они это берут на вооружение. Здесь получилось, скорее всего, таким образом, что Алферова, может быть, там, ну, в какой-то момент помогла ему в чем-то, да, и ему это, ну, подошло, понимаешь? Ну, насколько я... Ну, я не считаю, что Алферова, когда за счет Алферова, и он, соответственно, поднялся. Ну, сейчас понятно, что он все-таки тренируется с командой, но я так понимаю, что планы до сих пор она ему пишет. Ну, ему понравилось, и он, как бы сказать, конечно, просит ее, и она пишет ему. Ну, и как вот сейчас вот в тренерском коллективе, как вообще к этому отношения? Нет ли какой-то, ну, некой ревности, может быть, что-то? Нет, мы совершенно к этому спокойно относимся. Мы не стараемся давить спортсмена или, как бы сказать, кого-то за то, что он кого-то написал. Ну, то есть он в команде у вас обычный член команды? Да, обычный, нормальный. У нас таких... У нас Влад Тихомеров тоже, как бы сказать, пришел с нуля и показывает сейчас нормативы тоже приличные. Ну, у него тоже вот он стоит, как бы сказать, и я вижу, что он готов выстрелить. Вот чего-то ему немножко не хватает. А не хватает, это, скорее всего, опыта. Вот пройдет время, и он действительно покажет очень шикарные результаты. Ну, а вот кого из сейчасшних современных спортсменов, из коренных петербуржцев, ну, вот кого бы вы назвали, как самых сильных, самых, может быть, состоявшихся спортсменов? Именно из коренных? Из коренных это Саша Васильева. Она, например, родилась в Санкт-Петербурге. Она здесь достигла очень результатов много. Ну, большие результаты она достигла здесь. Миша Винограда в свое время тоже, он тоже санкт-петербургшица, он тоже, как бы сказать, показывал неплохие результаты. Ну, у нас в основном-то все ребята, конечно, они с региона приехали сюда, как бы сказать. Ну, это и в Москве то же самое, и в Санкт-Петербурге. Нормальное явление, как бы, ставить. Люди приходят, они, соответственно, стараются здесь закрепиться. Они проявляют, соответственно, очень много усилий для того, чтобы действительно, как бы, выглядеть на высоте, показывать достойные результаты, чтобы, ну, это как-то помогало им в жизни. И видите, здесь, что самое интересное, в Москве же тоже самое, очень большие есть, как бы сказать, возможности, но там нету того, чего у нас есть. Ну, все очень похоже, да-да-да. Ну, похоже в плане приезжих, но пока у них нету того сильных федераций. Возможности, чем в Санкт-Петербурге, но тем не менее, как бы сказать, мы вот создали такие условия, именно вот такую атмосферу, такую обстановку, и наши ребята действительно показывают очень высокие результаты. Это вот такой, как бы, коллективный труд, можно сказать. Так, сборная России. На данный момент уже довольно много лет вы являетесь главным тренером сборной России. На этом посту вы заменили Сергея Мишина, по-моему, это 2008 год был, да? Да. Вот в связи с чем, ну, произошла эта замена, и вот после этого, по-моему, Сергей Николаевич не появлялся, ну, точнее, может, стало реже появляться, и сейчас, в общем-то, его не видно в работе Всероссийской Федерации. Вот что такое произошло, почему ему, заслуженного мастеру спорта, одному, наверное, из сильнейших в истории гиревиков, не хватило места в работе Всероссийской Федерации? Да дело здесь не говорится о том, хватило или не хватило места. У него, его наоборот, как бы сказать, ему доверили должность главного тренера сборной команды России. Он просто не справился с этой должностью, вот и все. Сам Сергей Николаевич Мишин, он очень великий, очень, как сказать, значимый спортсмен вообще за всю историю гиревого спорта, но он спортсмен, который работает, как бы сказать, спортсмен-одиночка, вот. Он не работает в коллективе, получается, и ему сложно, соответственно, ну, это на мой, как бы сказать, взгляд, ему сложно было, соответственно, работать вот именно в коллективе, в разностороннем коллективе, где много хороших спортсменов, где много там действительно там сильных спортсменов, понимаешь, и мне кажется, просто, как бы сказать, он вот не нашел себя в этой работе. Ну, и тогда вот вопрос именно по работе главного тренера. То есть у вас, ну, не знаю, как это можно назвать в подчинении или параллельно с вами работают старшие тренеры, они по, ну, в основном по возрастным группам разделены по юношам, по юниорам и старшие тренеры основной сборной. А вот в чем заключаются задачи именно главного тренера сборной команды России? Задача главного тренера – координировать их работу. Соответственно, ну, как президент федерации, да, он смотрит за соблюдение уставных, как бы сказать, требований, да, за выполнение уставных требований во всей федерации. То же самое я смотрю за выполнением общих принципов формирования сборной команды России по возрастным группам. То есть в этом плане. Плюс работа моя, я считаю, заключается в организации, как бы сказать, вот выездов, в подготовке спортсменов к этим выездам. Что-то непросто. Да, 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 в чем-то помочь спортсмену, как бы сказать, потому что, ну, у кого-то там финансовые трудности, у кого-то еще другие какие-то трудности. И вот надо вникнуть действительно в проблему, не просто, как бы сказать, сказать, нет, вы должны так. Нужно вникнуть в эту проблему, постараться это решить вместе, соответственно, и тем самым внести с помощью этого спортсмена вклад в копилку, да, в сборной команды России. Ну, а вот какие самые, с какими трудностями самыми, может, какие-то запомнились трудности или, может, какой-то пример в работе? Для меня трудности всегда возникают с юношеской сборной, потому что это несовершеннолетний, и всегда очень сложно для меня, вот до сих пор, до сих пор, да, хотя я уже 10 лет работаю с юношеской сборной, и до сих пор для меня сложно вот организовать выезд члена сборной команды России, юношеской, на какие-то международные старты, потому что всегда возникает очень-очень много проблем с этим, именно с выездными документами. А, то есть именно с организационными документами? Да, да, с организационными, с организационной частью, не со спортивной, у нас очень сильные спортсмены, юношеские, юниорские возраст, как бы сказать, у нас очень сильные, поэтому в плане спорта у нас, соответственно, проблем нету, у нас проблема в основном организационного характера. А вот про сборы. Сборы у нас проходят, ну, в основном это две, наверное, недели, да, и они проходят непосредственно перед выездом на международное соревнование. Вот какая основная задача этих сборов, все-таки получат, ну, как я понимаю, из этих там двух недель, одну неделю, ну, это какое-то завершение подготовки у спортсмена, и неделя уже практически там такая восстановительная перед соревнованием. Вот при планировании таких сборов, что, ну, основные мысли какие, вот, и задачи на эти сборы какие ставятся? Конечно, мы спортсмены, да, а с вами мы можем точно сказать, что сборы, они несут за собой какое-то улучшение спортивной подготовленности спортсмена, потому что основную работу надо делать в подготовительный период, а не в предсоревновательный период, да. Здесь, скорее всего, больше организационные моменты, то есть мы окончательно можем посмотреть спортивную форму спортсмена, насколько он подошел к соревнованиям качественно, то есть он, может быть, приехал на сборы, вообще он разлажен, это первое. Во-вторых, мы можем, как бы, оценить его, ну, документы, насколько он готов вообще, как бы, к выезду и так далее, то есть мы здесь можем в чем-то помочь ему, вот. То есть в основном это больше организационного характера. А вот вы говорите посмотреть на форму, как спортсмен готов к соревнованиям, а были ли вообще случаи, когда спортсмен, ну, либо не готов, ну, или вообще вопиющий случай, что... Конечно, конечно. Такой случай, вот, в частности, был в 2015 году, когда сборная выезжала на чемпионат Европы, то есть когда там Гайнцев Дмитрий приехал со сломанной рукой, хотя мы видели, что он был, это, как бы сказать, ну, не готов к выезду, но мы на Ивана Николаевича Денисова, как бы сказать, понадеялись, он заверил, что все будет хорошо, и он выехал, получается, спортсмен, он не должен был ехать на соревнованиям. И что тогда с ним получилось? Ну, тем не менее, он приехал, выступил, конечно, он, ну, я считаю, что плохо выступил, потому что, как бы сказать, там, это со сломанной рукой вообще нисколько не сделал рывков там. Вот. Завел, соответственно, там второе место, ну, там и спортсменов-то было два-три человека. Но, тем не менее, уже вот на сборах произвести замену не получилось, да? От сбора тогда не было. А, то есть как раз таки не было, да? Понятно. И вот вопрос по формированию сборной. Ну, какие основные принципы по формированию сборной России? Основные принципы – это его спортивная подготовленность. То есть, ну, у нас же в сборную попадают спортсмены, которые выиграли основной чемпионат России. Ну, это либо первенство России – это по юниорам или по юношам, либо чемпионат России – это по взрослому составу. Вот те спортсмены, которые завоевали первое по третье место, они рассматриваются на место в сборной команде России. А дальше уже идут, как бы сказать, нюансы. Может он выехать, не может, есть ли у него финансовая поддержка. Потому что на сегодняшний день у нас 95% – это финансирование идет от региона, либо от спонсоров, либо от администрации, либо от спортивных региональных комитетов, либо даже за счет спортсмена получается, как бы сказать. Здесь уже смотрим, как спортсмен. Ну, и у нас в сборной, насколько я понимаю, есть такой принцип, что вот победитель, ну, образно чемпионата России едет на чемпионат мира, второе место – серебряный призер едет на чемпионат Европы. Но вот по факту мы видим, что все-таки не всегда этот принцип работает. Вот в связи с чем это получается? У нас это было принято не так давно, по-моему, года 3 или 4 назад. До этого момента у нас на все международные соревнования выезжали первые номера. И только в случае, если первый номер как бы не готов или не может выехать, мы его заменяли вторым или третьим номером. В дальнейшем как бы разговоры велись к тому, чтобы больше спортсменов обкатать на международных стартах, понимаете? Если у нас до 2006 года, по-моему, выезжали все спортсмены на чемпионаты мира, да, то есть там ограничений не было, то с 2006 года у нас четко стало, как бы сказать, нормой, что от каждой страны едет один участник в весовой категории, да. Соответственно, у нас стали выезжать только в основном первые номера. Вторые номера, соответственно, и тем более третьи номера, у них мало было шансов выехать на международные старты. Поэтому для того, чтобы отдать шанс вторым и третьим номерам тоже поучаствовать в международных турнирах, соответственно, вот было принято решение, что на чемпионаты мира едут первые номера, на чемпионаты Европы едут вторые номера. Понятно. Ну и там уже, соответственно, воля, хотел сказать, случай, но, наверное, не совсем случай, а как раз вот случай, те все-таки случаи, когда первый номер не смог поехать, да, там, если второй тоже не смог, то вот уже приглашаться в команду третий, так получается, да. Хорошо, дальше немножко в другой плоскости попробуем поговорить о таких вот вопросах, которые у нас, вот, новые веяния в нашей федерации, назовем так. С 2018 года у нас, с 2018 года поменялись у нас весовые категории. А поменялись, в какую сторону у нас убрали две весовые категории у мужчин Ну вот, для начала хотелось бы услышать именно ваше мнение, как, что для вас вот такая замена? Для меня это сложность на сегодняшний день. Сложность в том, что нам тяжело сейчас сформировать сборную команду России на выезд на международные старты. Почему? Потому что у нас идет разногласие с весовыми категориями по международному союзу гиревого спорта. И это сложность, сформировать сборную команду. Ну, вот, поэтому для меня это проблема. Конечно, у меня есть свое мнение по этому вопросу. Может быть, не надо было так кардинально это делать, как бы, сайт. Ну, тем не менее, что сделано, что сделано. Я думаю, нужно посмотреть. Сейчас прошло не так много времени, да, прошло практически сколько? Год, два, да. С другой стороны. Вот чуть-чуть, да, больше пройдет, и тогда мы будем видеть ясную картину. Повлияло это в положительную сторону или же это повлияло в отрицательную сторону. Тогда можно провести какие-то аналитические там параллели и посмотреть, сыграло ли бы это в плюс. Хотя мы здесь видим уже, что плюсы тоже есть здесь. Есть и минусы, ну и плюсы есть. Сейчас вот в категории свыше 85 килограммов у нас идет очень сильная конкурентная борьба на чемпионатах России. На конкурентной борьбе? На региональных соревнованиях, да. А раньше, посмотрите, когда было категории свыше 95 килограммов, там вообще просто, там третье место занимал в длинном цикле на Кубке России. С результатом 30 подъемов. Это все-таки, наверное, было, когда была весовая категория свыше 105. Ну нет, свыше 95, да. 95, да. На Кубке. Я не говорю про чемпионат России, но он даже был на Кубке, да. Ну вот, а сейчас, а не получается ли у нас такая, что как раз категории 85 и свыше, а они наоборот, относительно других категорий, такие довольно переполнены. И, возможно, даже у кого-то пропадает желание, в принципе, куда-то ехать. То есть, это же поездка на соревнования, опять же, финансовые какие-то затраты. И ехать, чтобы занять 35 место с результатом. Ну а что такого? Это спорт, понимаете? Когда там миллионы людей занимаются марафоном, и там не стоит главная там победа, а стоит главное участие, да. Только единицы занимают там первые места, к примеру, да. Или в лыжном спорте, когда там массовые забеги там идут. Здесь дело же не в этом. У нас должна быть борьба, а у нас не должна быть раздача медалей там. Вот три человека борются, а остальные, как бы сказать, они не уйдут. Ну, а вот по девушкам. У них осталось совсем две весовые категории. То есть, тут получается в плане массовости мы их просто делим пополам. Не принесет ли это какой-то урон массовости? У нас массовости нету. Сколько девушек у нас занимается? 20? 25? Это не массовость. Понимаете? Вот когда будет 30-35 человек, там 50 человек весовой категории, как это было на чемпионате мира, да, по-моему, в Ирландии, да? Да, когда там 50 девушек выступало в категории, там, ну, грубо говоря, свыше 68, вот это я считаю массовость действительно. Ну, то есть, пока все-таки больше вы склоняетесь к такому мнению, что вот такое урезание было уместно. Ну, нет, 50 не 50, я склоняюсь, как сказать. Ну, то есть, увидим, статистику покажем. Хорошо, есть и минусы. Про минусы я просто сейчас не говорил, как бы сказать. Хотя минусы тоже есть. Хорошо. Ну, и второе у нас такое нововведение, о котором тоже много спорят, это толчок к длинным циклам у девушек. Вот. Ну, вот первый, как раз, опять же, такой же вопрос. Каково отношение ваше к этой дисциплине для девушек? Для меня, конечно, это отрицательное. Для меня эстетически очень красивое упражнение – это рывок. Я считаю, и для девушек. Потому что толчок по длинному циклу, я сам занимался, ну, этим диким спортом, этой дисциплиной, да, вот. Это силовое упражнение. Но, видите, здесь же не мы выбираем, здесь выбирает уже, как бы сказать, мировая, общественная, как бы сказать, получается. Почему? Вот в тяжелой атлетике, да, те дисциплины, которые культивируются у мужчин, культивируются у женщин. В пауэрлифтинге те дисциплины, которые культивируются у мужчин, они культивируются. А у нас здесь получается как-то… То ли мы бережем девушек, получается, да, чтобы их не загружать, да, вот. То ли мы действительно их оттягиваем на второй план. Ну, конечно, мы больше, с точки зрения, больше здоровья, конечно, подходим. Но, тем не менее, видите, иностранные спортсмены, девушки, они наоборот хотят этим заниматься, как бы сказать. И вот, кстати, в плане эстетики и красоты вообще девушки, которые, ну, технически уже натренировались, скажем так, и у которых технически получается правильно делать упражнения, то, в принципе, они выглядят довольно неплохо. У них и результаты сразу на уровне выше. То есть сейчас просто, я думаю, прошел год с небольшим, и, наверное, у нас все-таки не так много таких девушек. Вот, то есть, в принципе, это, наверное, скоро научатся и девушки. Все равно, да, мы к этому должны были прийти-то по большому счету, да. То есть вообще в дальнейшем, вот, как все-таки стоит нам развивать вот... Ну, если мы хотим, как бы сказать, чтобы нас признал Международный Олимпийский комитет, то мы должны осуществлять гендерный подход, правильно? Это равноправный подход. Почему они говорят, почему у женщин две весовые категории, а у мужчин там пять категорий? Опять же, получается ущемление. Но к этому мы тоже придем. Надо довести количество занимающихся девушек для определенного уровня и, соответственно, также разделить их по весовым категориям. Просто сейчас что делить, если у нас занимаются там три, ну, выступает 30-50 девушек, и делить их на семь весовых категорий, это абсурдно. Ну да. Ну и вот как раз в плане гендерного равенства, если сейчас у нас получается, что девушки уже толкают длинным циклом, и, ну, рывок у них всегда был основной дисциплиной, то стоит ли задумываться о том, что, в общем-то, ввести полностью приравнять дисциплины, и, ну, так и оставить двоеборье, толчок, рывок у девушек, и, толчок, рывок у девушек, и вторая дисциплина – толчок длинным циклом. Ну, в этом направлении же и движется Международный союз педевого спорта. То есть, все-таки к этому не придется. Как бы я не хотел, ну, чтобы это было присутствовало в нашем виде спорта, тем не менее, мы от этого никуда не денемся, понимаете? Есть объективные причины, есть субъективные там желания, правильно? Две разные вещи. Ну, то есть, все-таки рано или поздно, скорее всего, мы к этому придем, да? Если мы хотим, движение вперед. Если мы не хотим, оставаться на том уровне, на котором мы были. Ну, и тогда вот еще, наверное, уже завершающий такой вопрос. Как раз-таки в целом, ну, вот по девушкам, наверное, как раз уже так оно само собой определилось, такая перспектива какого-то дальнейшего развития. А вот, ну, либо в целом, в нашем виде спорта, либо именно вот, ну, уже тогда по мужской части гиревого спорта, что у нас стоит ожидать в будущем, ну, в плане, может быть, еще каких-то изменений вот таких вот, ну, более кардинальных, либо вообще какие-то, может быть, новинки какие-то? Ну, мне сложно об этом говорить. Моя работа заключается, как бы сказать, в подготовке сборной команды, а не, как бы сказать, не разработка, не в разработке каких-то стратегических там моментов, ну, по развитию нашего вида спорта. Поэтому мне сложно сказать. Мы, я, как бы сказать, воспринимаю, может, сопротивляясь, может, не сопротивляясь, воспринимаю те новшества, которые там принимаются. Дай же, конечно, выразить свое мнение, но тем не менее, как бы сказать, работаю с тем, что нам, ну, над тем, над чем нам надо работать. Ну, то есть, грубо говоря, поживем, увидим, что у нас там принесет спортивное общество, да? Хорошо, ну, в общем-то, на этом у меня все. Спасибо за интересный разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!